Происхождение человека, возникновение вселенной, что может быть интереснее и важнее для школьников? Только почему-то оказывается, что такие темы преподают детям как бы между прочим, а зачастую и вовсе дают неверную информацию. За последние десятилетия в палеоантропологии совершены значительные открытия, обнаружены и изучены новые виды, разработаны и усовершенствованы высокотехнологичные методы анализа. Однако представление о происхождении человека большинства наших сограждан находится в лучшем случае на уровне школьных учебников полувековой давности, а в худшем замусорены псевдонаучными и совсем ненаучными теориями. Я приехал в некоторое село прошлым летом и общался с местным священником. Я ему подарил свою книгу, что он ее прочитал с удовольствием, сказал, что ему понравилось, и он ее даже рекомендовал в библиотеку Духовной Академии, священник. Он молодой парень, образованный, там истфак закончил. А в этом же селе, в школе, работает учительница, которая преподает физику. И она рассказывает детям, что вселенной 6000 лет, что весь мир сотворен Богом за 6 дней. Зачастую в школах даже учебники сохранились еще с советских времен, что же говорить о профессионализме некоторых педагогов. И как ни прискорбно, даже в высших учебных заведениях порой наблюдается такая же ситуация. Тоже есть такая же, точно такая же опасность, все равно еще, особенно первые курсы, они еще недостаточно сформированы. Вот уже после бакалавриата, наверное, уже сложно что-либо сбить. Но если уже все сбито до балакавриата, то уже можно ничего не сбивать. Чтобы решить эти проблемы и подробнее обсудить, почему же научные знания сегодня с таким трудом находят дорогу в массы, во все нижегородские школы отправили приглашение на открытую дискуссию на тему «Человек разумный. Почему никто не знает об антропологических открытиях последних десятилетий». Вот только никто из учителей почему-то не пришел на это мероприятие. А ведь именно это и есть одна из главных проблем системы образования – нежелание педагогов узнавать что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok